Нагрузки для беременных женщин Нагрузка физическая обязательно нужна, любая беременность делится на три триместра, это первый, второй, третий, и во всех этих триместрах гимнастика, особенно дыхательная гимнастика для беременных немаловажна, потому что любая женщина хочет выносить ребеночка здоровым и не потерять красивую внешность, а даже некоторые могут и приобрести красивую внешность во время вынашивания ребенка. Главное правильно подобрать физические упражнения. Как правильно подбирать эту физическую нагрузку? Насколько я понимаю, она должна быть абсолютно разная на разных месяцах беременности. Да, значит, что касаемо первого триместра, это очень важный и сложный период для девушки, потому что формируется ребенок в утробе, формируется гормональный фон, то есть полностью меняется все тело женщины. И здесь главное не перенапрячься. Значит, первое, что нельзя, это качать пресс нельзя, лежать на животе, чрезмерные силовые упражнения, также тренажерный зал и большой вес. Если раньше до этого девушка занималась, то лучше пока временно отказаться. Больше давать нагрузку на тазобедренные суставы, вернее не нагрузку, а упражнения, чтобы приводить в тонус мышцы. В первую очередь это правильное дыхание, чтобы организм матери будущей обогатворился кислородом. Потом идет второй триместр. Это самый легкий триместр для девушки, потому что живот еще не такой большой. Все плохие, как сказать, дни закончились. У многих женщин есть токсикоз. Он уже к этому периоду проходит практически у всех. И это шикарная возможность поработать над собой. В первую очередь это правильное питание. И вот здесь уже можно добавить легкие силовые нагрузки, заниматься, например, йогой, плаванием, пилатесом, стретчингом. Значит, какие нагрузки нужны. Если девушка не занималась спортом, то достаточно полчаса сорок минут, два-три раза в неделю. Если до этого девушка активно занималась какими-то видами спорта, можно заниматься, в принципе, каждый день, около часа, даже можно чуть-чуть больше. Каким должен быть уровень этой нагрузки? Действительно ли можно использовать абсолютно все или все-таки нужно себя немножко поберечь? Поберечь, безусловно, себя нужно. Значит, упражнения должны проходить в медленном темпе, правильно дышать, то есть полностью следить за дыханием. Каким должно быть правильное дыхание? Ну, дыхание, я вам позже покажу, какое оно должно быть правильное. То есть вверху мы всегда делаем вдох при любом наклоне, либо упражнении мы делаем выдох больше внизу. Также хотелось бы узнать, вот мы прошли первый триместр, второй на последнем триместре. Да, и третий. Третий триместр – это самый важный, потому что мы уже готовимся, там будущие мамы становятся, готовятся стать мамами. Уже идет большой живот, и здесь появляется много нюансов. Первый – это отеки, лишний вес, многие уже к этому периоду набирают очень большой вес, неповоротливость, бывает и тошнота, и головокружение, и варикоз вен, и здесь необходимо просто заниматься гимнастикой. В первую очередь это должна быть утренняя зарядка, и вечерние обязательно прогулки, либо зарядка для того, чтобы кровообращение в организме ускорилось, и, соответственно, проходят отеки благодаря этому. Хотелось бы все подытожить и узнать, какие же основные плюсы от использования гимнастики во время беременности, что они дают беременной женщине? Ну, самое главное – это то, что увеличивается кровообращение, во всех органах идет правильный приток крови, соответственно, циркуляция всех процессов в организме улучшается, ускоряется, плацента, в которой находится ребеночек, обогащена кислородом, соответственно, и улучшается кровоток, соответственно, ну так. То есть использование гимнастики только положительно влияет, главное, чтобы это все было в меру? Конечно. Самое главное – это не переборщить. Значит, если во время физических упражнений, которые вы уже для себя выбрали, если во время вы чувствуете, что вы устали, или у вас началась дышка, то, конечно, лучше прекратить подышать, посидеть и дальше продолжить. И самое главное – я хотела сказать, что необходимо всегда с собой брать воду, и в первую очередь надо проконсультироваться с врачом, который вас наблюдает. Если нет никаких патологий, вы можете заниматься, в принципе, любой гимнастикой без кардионагрузки и силовой нагрузки. В принципе, все упражнения, кроме, конечно, лежания на животе, качания, пресса, и еще хотела отметить, в последнем триместре уже нельзя лежать на спине. Поэтому мы больше выбираем позы стоя, либо колено-локтевые. Ну что ж, мы не можем не воспользоваться возможностью тем, что сегодня у нас не только тренер по пилатесу, но еще и беременная женщина два в одном. И хотим от вас увидеть несколько упражнений, которые могут повторять беременные наши девушки, николаевские девушки в течение своей беременности. Ну что ж, мы уже готовы приступить к нашим упражнениям, и наш тренер сейчас покажет, какие же должны быть упражнения для беременных девушек. Хотела сказать еще такой нюанс. В первую очередь, дорогие девушки, выбирайте для себя удобную одежду. Берем небольшой вес, в данном случае у меня один килограмм, но вы можете использовать полкилограммовые гантели, или набрать бутылочки с водой по пол-литра, если вы находитесь дома. Итак, мы начинаем с легкой разминки. После разминки дыхательное упражнение. Через сторону делаем глубокий вдох. Выдох. Вдох через стороны. Выдох. Немаловажное дыхание. Вдох вверху. Выдох. Опускаем руки. И через верх. Вдох. И разводим ручки. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Ноги ставим в позу плие. Эту позу можно использовать во всех триместрах. Глубокий вдох. Добавляем ручки и ножки. И выдох. Насколько глубокий вдох можно приседать? И выдох. И вдох. Мы сели. Напряглись мышцы. Плавно. Выдох. Вверху делаем вдох. На выдох садимся. И опять вдох. Ручки уже у нас идут вперед. Выдох. И комбинируем вдох. Вверх. Выдох. Глубокий вдох. Вниз. Выдох. И опять вдох. Вверх. Ручки. Выдох. И вниз. Выдох. Мы проработали внутреннюю часть бедра. Руки. Грудную клетку. Теперь мы переходим к более силовым упражнениям. Носочки мы ставим вперед. Глубокий вдох. Делаем присед назад. Спинка ровная. И выдох. Вдох. Ручки поднимаем выше головы. И выдох. И еще раз вдох. И можно добавить мах назад. И опять вдох. Ручки наверх. И мах назад. Прорабатываем руки. Ягодицы. И мах. Отпустили гантельку. Пора поработать над нашей талией. Мы делаем глубокий вдох. Поднимаем ручки вверх. И делаем перекатывание через сторону. Соединяем ручку с ножкой. Вдох. И выдох. Вдох. Вверху. Выдох. Обязательно правильно дышите. Вдох. Выдох. Поменяли ручку. Глубокий вдох. Медленно. Выдохнули. Приготовились. И через сторону. Грудь вперед. Животик вперед. Все делаем плавно. И не спеша. Что ж, повторюемо за нашим тренером. И я думаю, что, виконуючи такие простые вправы, каждая вагітная женщина будет чувствовать себя в тонусе. И после родственной ребенке будет действительно неперевершеною. С действительно бездоганной фигурой. Продолжение следует... Продолжение следует...